здравствуйте подписчики и не только предлагаю вам сплести со мной вот такую беленькую курочку на моем канале уже есть курочка но она большего размера формы для курочки пиалочка с вот таким удобным донышком не выступающим плести будем из белых трубочек они окрашены аквалазурью евротел x в три слоя из полосы 10 сантиметров на спицу 1 и 2 но немножечко скажу жестковато не итак начнем итак начнем для удобства плетения беру свой любимый фоамиран лозу начинать будем соединение трубочек 3 на 3 укладываем 3 трубочки на 3 трубочки далее готовим 2 рабочие трубочки соединяем их вместе раз труба и работаю как всегда с полимерным клеем соединяем прокручиваем и начинаем плетение начало плетения люблю делать на весу так гораздо удобнее соединить крестовину и затянуть лозу ну вот первый круг пройден здесь целесообразно отметить вот таким движением согнув кончик трубочку с которой будет начинаться круг и который будет заканчиваться круг начинаем плести второй ряд разъединяя три трубочки по одной шилом можно также как я показываю с левой стороны разъединить их рукой и и именно по такой схеме начинаем плести второй ряд три трубочки отдельно три стоечки отдельно три вместе все кто смотрит мои мастер-классы наверное уже ранее видели и слышали объяснение почему я так делаю floопido ко 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Время от времени делаем примерочку. Берем форму, прикладываем к донышку. Здесь можно проплести еще 2-3 ряда. Продолжение следует... 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 Ну... Я стараюсь шилом сделать отверстие максимум на 2 ряда. следующий ряд для закрепления наших стоечек в плетении вот наша отметочка нового ряда делаем следующий ряд с таким небольшим натяжением стараясь укладываю нижнюю трубочку и верхней прижимаю наши двойные стоечки спасибо за просмотр! последняя примерочка отлично подходит нам донышко больше плести не будем смотрим что на лицевой что на изнаночной стороне кладу и начинаю первые два ряда веревочкой из двух оплетать вот в таком положении сверху завожу трубочку под стоечки прижимаю стоечки к форме и верхней трубочке тоже прижимаю плетение и так с каждой стоечкой стараемся стоечки и рабочими трубочками и руками направлять на форму если правильнее сказать прижимать к форме ну здесь совершенно очевидно что не удобно плести И поскольку трубочки длиннее, чем бортик нашей формы, и они разъезжаются по сторонам. Поэтому проплетаем второй ряд веревочкой. Так, секундочку. Ошиблась немножечко, не туда завела трубочку. Сейчас исправлю ситуацию и продолжим плести дальше. Вот мы проплели ряд. Плетем следующий ряд. Вот, видите, они распираются. Никак невозможно сделать так, чтобы стойки плотно прилегали к форме. Поэтому я стараюсь перевернуть наше изделие, нашу плетеночку. Немножечко донышко прижать, чтобы она была более устойчивой. И перейти к ситцу. Так, поставить мою любимую тортовницу, которая позволяет мне поднять плетение и расположить его на уровне глаз. Подкладываю фоамиран. Советую брать его толщиной 3 мм. Кладу плетение в форму. И нам, конечно, не хватает здесь утяжелителя. Утяжелитель моя, каменная стопка. Начинаю поднимать стоечки. Воспользуюсь прищепками. Каждую стоечку буду поднимать и пристегивать прищепочкой к бортику нашей формы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Можно оставить в таком положении стоечки, дать им высохнуть. И потом с такими стоечками очень удобно плести. Я же буду плести на влажных стойках. Ну, чтобы плести на влажных стойках, нам понадобится их удерживать и прижимать к форме. Более того, вот с этого момента, хочу сказать, мы переходим на другой вид плетения. Это ситец. Обратите внимание, я начала плести ситцем. При этом левой рукой придерживаю и плетение, прижимая его к форме, и стоечки. Нам предстоит плести ситец до конца бортика формы. Плетение будет однообразным. Поэтому я позволю себе провести его в ускоренном варианте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот мы приблизились к краю бортика наши формы. Смотрим, чтобы наше плетельное было ровным относительно этого бортика. дошли до конца ряда вынимаем утяжелитель снимаем форму она у нас достаточно плотно сидит в плетении проверяем плетение при необходимости поправляем все что нам нужно в плетении и поскольку наша форма неустойчива снова ставим утяжелитель ряд закончен вот наша трубочка с отметочкой нам нужно просто наши трубочки спрятать в плетении и трубочки спрятаны в плетении плетение поправила проверила теперь нам необходимо сделать загибку вот покажу на примере готовой курочки здесь розга из четырех такую же загибку будем делать нам необходимо срезать сухие стойки или недостаточно влажные стойки вот большим секатор мне очень удобно я могу поранить трубочку поэтому я возьму вот такие маленькие кусачки очень удобно они обрезают лозу в самых труднодоступных местах ими я сейчас буду срезать лозу затем наращивать трубочки для красивой загибки наращивание будет производиться следующим способом буду наносить клей на трубочку и ставить ее рядом со срезанными стоечками сухие стоечки срезаны плетение проверено можно наращивать свежие стоечки для загибки стоечки или загибки буду наращивать не в полном объеме поскольку они могут высохнуть коктейльными трубочками я пользоваться не люблю поэтому беру часть трубочек срезаю вместе раз труба всю мягкую и полую часть наношу полимерный клей на них и начиная наращивание полимерный клей наношу вот такими круговыми движениями использую шило 01 гамма она конусовидная ставлю стоечку поскольку плиту слева направо будет загибкой идти ставлю стоечку слева от срезанных стоек и обратите внимание смотрю чтобы моя средственная стоечка не выглядывала из-за плетения стараясь спрятать за горизонтальными трубочки не нашего сица следующую трубочку готовлю отверстие шилом вставляю она вставляется легко потому что на ней полимерный клей скользит можно прокручивающими движениями ставить вот видите торчит кончик я подтягиваю сверху трубочку чтобы срез был спрятан за горизонтальную трубочку нашего сица я не случайно повторила это еще раз аналогичным способом наращиваю еще несколько таких же трубочек но не все вот я нарастила практически половину трубочек ставлю утяжелитель и и начинаю плести слева направо розга из четырех беру вспомогательную трубочку чтобы обозначить для себя начала и начинаю делать розгу раз два три четыре первую трубочку завожу не сверху кладу а огибаю плетение завожу за свободную стоечку и рядышком в параллель кладу следующую трубочку поправляю их следующую трубочку беру завожу за свободную стоечку и рядышком в параллель кладу следующую можно обрезать короткие стоечки точнее короткие трубочки которые мы уже положили в розги я этого делать не буду снова огибаем кладем на пенечек а в параллель кладем трубочку снова огибаю заводим за стоечку и рядышком не сверху а рядышком кладем в параллель таким образом поступаем с остальными трубочками нарастила стоечки продолжаю делать розгу огибаем и мы дошли до начала плетения и мне мешает утяжелить а сейчас я его уберу за стоечку якобы но она нас уже лежит заводим трубочку вот она коротенькая и длинную кладем в параллель смотрим на плетение сверху и стараемся его повторить от стоечки к стоечке должен быть одинаково если можно так назвать рисунок огибаем плетение кладем в параллель помогаем шилом делать отверстие чтобы трубочка прошла когда заканчиваем наш круг загибки розга постоянно смотрим и сверяем с предыдущими нашими движениями помогаем шилом освобождаем место и кладем трубочку а Продолжение следует... В данной ситуации будет являться равное количество рядышком со стоечки вот таких хвостиков от трубочек. Вот как солнышко у нас, лучики такие. Если они находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, видите, возле стоечек, значит мы все сделали правильно. Далее будем обрезать наши хвостики. Ставим утяжелитель в нашу плетеночку и обрезаем хвостики по такому принципу. Опять моим любимым инструментом для трубнодоступных мест. Натягиваем хвостик, натягиваем на себя, обрезаем очень коротко под розгой, отпускаем и трубочка возвращается назад в плетение. Так, со всеми остальными трубочками. Натягиваем, срезаем, трубочка пружинит и возвращается в плетение. И хвостиков под розгой, под загибочкой видно не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Еще одно дополнение по размеру пиалочки. Донышко пиалочки 6,5 см. Бортик 6,5 см и верхний диаметр 13 см.